Всем огромный привет! Мы сегодня поговорим о влоге канала Лена Лайф. Но пока я буду рассказывать, что произошло у неё во влоге, вы ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Если вы считаете, что этот обзор заслуживает большего количества просмотров, жмите активнее на лайки. Говорят, что лайки продвигают видео. 8 января. Да-да, именно так Лена и сказала. Января. Ну, наверное, у неё в её личном каком-то там календаре январь через Е пишется. Ну вот. Интересно, как пишутся в её личном календаре, повторюсь, остальные месяцы года. Просто интересно. И вот Лена с мамой идут пить воду. Идут они пить воду в бювет. Да, именно так, в бювет. Все люди идут в бювет пить воду, ну, а Лена в бювет. Идут они в этот самый бювет и проходят мимо какой-то клумбы с розами. И Лена говорит, ой, смотри, мама, мол, какие тут розы. А мама говорит, а я уже видела тут розы, мол. Это ты тут не была ещё и поэтому-то не видела. Думаю, нормально. Так мама, получается, сама гуляла отдельно от Лены. Ну и хорошо, с одной стороны, ну и правильно, потому как гулять с Леной – это то ещё развлечение, так сказать. Чуть позже, конечно, об этом тоже с вами поговорю. Как весело было маме с Леной гулять. По крайней мере, поговорю о том, в каком свете выставляла Лена родную маму. И да, даже сейчас вот они идут. Так, Лена впереди, ну а мама хорошо так сзади. Я не знаю, на шагов, наверное, 6, 7, 8 она от Лены отстаёт. Если бы на месте Лены была Ксюша, конечно, ситуация была бы совсем другая. Мы видели, как они ходили кормить уточек, идут рядом на одном уровне, да, и никто не вырывается вперёд, никто не отстаёт. А тут что, Лена или впереди, Лена или сзади. Мама тоже то впереди, то сзади. Как-то непонятно, то ли Лена вышла сама, то ли она вышла с мамой. В общем, не понять. Нет, ну можно было бы сказать в оправдании Лены, например, то, что вот Лена блогер, Лена идёт и снимает. Ну, простите, Оксана тоже блогер. И Оксана тоже идёт и снимает. Но однако же она идёт рядом с мамой. И она не вырывается вперёд, она не отстаёт от мамы. Она идёт с мамой. Снимает, ну как снимает, это уже второй вопрос, но тем не менее. С мамой как-то вот поддерживает разговор, показывает уточек, показывает парк свой и так далее. Да, скучные у неё какие-то влоги у Оксаны. Но тем не менее, она имеет уважение к маме, чего нельзя сказать о Лене. Лена уважения к маме вообще не имеет. Да, в принципе, кого она уважает. Никого она не уважает, никого она не любит, никто ей не нужен. Лена любит только себя, но и уважает тоже. Лена и мама завтракают. Лена говорит, вот кашка рисовая. Мечтала отведать рисовую кашу полгода. Ну, а сварить всё-таки не судьба? Вообще мне непонятно, как так? У неё сын. Почему не приучить ребёнка к этой самой каше, когда он был помладше? Как так? Она не варила вообще ему никакие каши, получается. Ну, Лена говорит, что вот, мол, для себя одно я не буду рисовую кашу варить. А вообще рисовая каша варится, оказывается, 50 минут. Ну, это что новенькое. Мама говорит, неправда, гораздо быстрее. Это и пшёная каша гораздо быстрее варится. Но нет, Лена вбила себе в голову, что 50 минут. Поэтому она себе и не варит каши. А вот на месте Лены всё-таки я приучила бы ребёнка к кашам. Почему бы и нет? Говорит Лена, что бутерброда с сыром надо обязательно. Ну да, я знаю, очень многие любят рисовую кашу с бутербродом. То есть хлеб с маслом, без всякого сыра. Лена обязательно ещё и сыр хочет на этот бутерброд положить. Я вообще-то думала, что Лена сыр этот прям в кашу как-то вот поместить. Но нет, этого не произошло. Просто был отдельно бутерброд с сыром и отдельно рисовая каша. А почему я подумала, что Лена добавит сыр в кашу? Ну, потому что она всегда как-то всё перемешивает. И у неё получается хрючево в тарелке какой-то. Обязательно всё надо намешать, перемешать. Чуть ли не салат с борщом может смешать. И нормально будет Лене. Обалденная каша, говорит Лена. Некрасиво это слово, замечает мама. Да, нормально. То есть, когда на днях Лена спрашивала маму, мама, ты кайфуешь? Мама не говорила, что это некрасивое слово. И, мол, негоже Лене в таком возрасте так разговаривать. И уж тем более нехорошо маме Лены в её возрасте, используя в своей речи подобные слова. Тут обалденное, прям, ну, некрасивое слово. Что случилось вдруг? Ну, и уже за завтраком беседуют, мило беседуют мать и дочь. И мама Лены говорит, вот, мол, Лена, ты, мол, любишь пшёную кашу? Ну, что-то вроде этого, да, насчёт пшёной каши. Лена говорит, мама, ты вообще слышала, что я говорю? С таким тоном она с мамой разговаривает. Мол, я люблю рисовую кашу, а не пшёную. Как так? Ты вообще слышала? И для чего это нам показывать? Ну, да, произошёл такой вот разговор у них. Да, мама что-то там недопоняла, что-то не так услышала. Ну, в конце концов, надо делать скидку на возраст. Но нет, Лена это всё снимает, Лена это всё выкладывает. Ну, а мы всё это обсуждаем. Зачем Лена это всё выкладывает? Конечно, я этого понять не могу. Ну, наверное, решила хайповать как-то вот на своём общении с мамой. Показывать маму в неприглядном виде. Побольше комментариев будет. Я думаю, это продвигает её канал. Ну, наверное, из этих соображений. А иначе для чего вот так вот маму выставлять в таком свете? Непонятно. Ну, или просто превознести себя в очередной раз. Вон я какая королевна, я всё правильно слышу, я всё правильно понимаю. А мама, ну что мама? Видите, мама такая, какая она есть. Для чего это всё нам показывают? Для чего нам это всё знать? Лена вообще не ведает, что творит. Вот честное слово. Такое ощущение, что ты не мама её, а посторонний человек абсолютно. Оксана, например, никогда в жизни так бы не позволила себе общаться с мамой. Ну, а Лена что? Лене можно всё, даже чуть больше. В бассейн пришли, и Лена возмущена. Почему? Потому как отдыхающим, так сказать, в санатории людям бассейн по записи. А с улицы люди тысячу рублей заплатили и пришли в любой момент. То есть, если даже мест нет для отдыхающих в этом санатории, то для тех, кто с улицы пришёл, но заплатил, сразу места появляются. И если это действительно так, как Лена нам рассказала, так как она преподнесла, то да, я с Леной соглашусь, но это никуда не годится. И правильно Лена сказала, надо жаловаться. Ну, вот как-то так. Но это несправедливо, на самом деле. Отдыхающим назначают отдельное время, ремитированное время. И сами назначают это время тогда, когда удобно санаторию. А с улицы приходит человек в любое время. И в любое время ему рады, потому как это всё проплачено. И уже не смотрят ни на правила гигиены, эти шапочки, я не знаю, надевают те люди, которые с улицы и пришли, и тысячу рублей заплатили, или не надевают. А отдыхающие шапочки надевают, и время отдельное какое-то, и лимитированное, ну и так далее, и так далее, и так далее. Короче говоря, куча ограничений для отдыхающих в санатории. Ну, а видите, как, что делают деньги? Опять же, если верить Лене. Но, как мы знаем, Лене верить, себя не уважать. Может быть, всё не так, как Лена нам всё это рассказала. В дендрарии Лена хочет. Мама говорит, нет, в дендрарии мы вместе сходим, так как второй раз ты туда не пойдёшь. Представляете? Лена второй раз не пойдёт в дендрарии или куда бы то ни было, даже несмотря на то, что мама там ни разу не была, и маме хотелось бы туда сходить. Но мама знает прекрасно свою дочь. Да, говорит, нет, нет, Лена, мы вместе пойдём, да, потому как я туда одна не пойду, а второй раз ты туда тоже не пойдёшь. Поэтому идём вместе сразу. Кошмар какой-то интересный. А Оксана, если бы была вместо Лены, я так думаю, что у мамы её мыслей таких бы не возникло, да? Не-не, сходим вместе, потому как второй раз не пойдёшь, вряд ли. Оксана и второй раз пошла бы, если надо было бы, и третий раз сходила бы с мамой, и четвёртый, и пятый, и десятый. Но, конечно, да, Оксана – это не Лена, а Лена – это не Оксана. И это опять же к вопросу о любящей семье, о чудесных взаимоотношениях. Всё только на поверхности – прекрасная семья, классные взаимоотношения. А если катнуть чуть глубже, то тогда вот всё вылезает наружу. Вот это вот не совсем всё там сладко да гладко в семье. Сразу становится это видно. Мама забыла тапки в бассейне. Интересно, за ними кто-то сходил, за этими тапками? Как-то решили эту проблему или всё, мама стала без тапок? Непонятно как-то. Опять же, была бы Оксана, конечно, побежала бы за теми тапками. Но Лена что? Лена говорит, тут всё так далеко друг друга расположено. От нашего номера столово очень далеко расположено. Как-то вот столово в одном крыле, они живут в другом крыле. Бассейн вообще где-то за 3-9 земель на территории этого самого санатория. В общем, я так думаю, что всё-таки тапки мамы остались у бассейна, да. И вряд ли Лена за ними сбегла. Была бы Оксана, она бы принесла бы те тапки. Сбегла бы за ними, но только не Лена. Повара, который работает в Металлурге, все хвалят. И, понятное дело, Лена тоже этого повара похвалила. Опять они идут гулять. Лена идёт впереди. Мама где-то там сзади. Ну, какой-то ужас. И Лена говорит, я пошла выгуливать маму и вас, зрители. Ну, как собачонка. Выгуливать она пошла. Представляете? Хоть бы уже молчала, вот честное слово. И гуляют они по городу, по набережной. Там какая-то арка. Лена говорит, вот это пусть будет арка желаний. Давай, мама, загадаем желания. Вроде как мама что-то загадала. А Лена говорит, есть у меня огромное желание, но не озвучила его. Интересно, какое желание у Лены? Как вы думаете? Напишите, пожалуйста, в комментариях. И снова они пошли по этой набережной. Снова Лена мчится где-то впереди. Мама где-то сзади. Мама ей говорит, Лена, ты слишком быстро идёшь. Но что любящая дочь замечает? Ага. И, не сбавляя темпа, продолжает идти дальше. Вообще это нормально? Вместо того, чтобы остановиться. Или снизить темп. Или как-то, может быть, присесть на какую-нибудь скамеечку с мамой. Да, потому как маме 15 лет надо это тоже понимать. Не, он говорит, ага, да, я согласна. Я иду быстро. И продолжила в том же темпе идти. Я вообще не знаю. Вот как можно быть такой дочерью? Не представляю я. Подошли к какому-то магазину. Так как на улице уже темно в магазине. Свет горит. И весь магазин, как одна большая витрина. И говорит Лена, мол, давай мы зайдём. А ну что ты там не видел на самом деле? Что ты там не видел? Мол, что тут есть такого, чего нет у нас? Ну, тут я соглашусь. Мама с одной стороны. С другой стороны, Лена приехала снимать. Лене нужен контент. Лена этим зарабатывает. Надеюсь, когда-нибудь поехать всё-таки не в Сочи, а куда-нибудь в Турцию или куда-нибудь ищем. Увидела Лена фужеры красивые в магазине. Говорит, вот когда фужеры видишь, сразу хочется вина хорошего выпить. Лена, почему тебе подобные мысли не приходят в голову, когда ты видишь самовар? Тебе сразу чая почему-то выпить не хочется. А вот когда ты видишь фужеры, сразу хочется вина выпить. Да, очень интересно. Ой, говорит, многие ей помогают развивать канал, то есть донатят ей и стала перечислять, кто ей стал донатить в последнее время. Мол, новые её донатеры. И говорит, вот этот, этот, этот человек. Потом говорит, ой, ну я своих вам не буду перечислять. Ага, то есть у неё есть две категории донатящих ей людей. Те, кто давно донатит, и те, кто вот только начали донатить. Нормально так. А всё плачется. Вот монетизация нет, бедная я, несчастная. Ну и так далее. Во-первых, монетизация есть, пусть ли она не рассказывает. Российские просмотры плохо, но оплачиваются. Да, там как-то оплата то ли за 500 просмотров, то ли за 1000 просмотров. Конечно, мало, но всё равно оплата есть. А так как у Лены очень хорошие просмотры, у неё неплохая оплата. Плюс её смотрят не только из-за Российской Федерации, её смотрят и за границей, и реклама, понятное дело, там включается. Поэтому у Лены есть доход. А плюс ещё и донаты. То вообще, я считаю, Лена скоро себе насобирает на какой-нибудь тур в ту самую Турцию. Ведь не может же она никак успокоиться. Оксана улетела в Таиланд. А как так? Лена всего лишь в Сочи. Не-не-не, Лена этого не допустит. Очень скоро мы увидим, что Лена набрала нужную сумму и уже летит в Турцию. Вот только интересно, с Оксаной или без неё? Я думаю, что без. Мол, Оксана, ты без меня в Таиланд улетела, но теперь я в Турцию полечу без тебя. Ну, не знаю, это только мои предположения. Посмотрим, что да как будет на самом деле. И вот один из донатеров был с Южно-Сахалинска. Почему не из Южно-Сахалинска? Нет, с Южно-Сахалинска. Идут они дальше по набережной. Какая-то инсталляция в виде воздушного шара. И можно якобы сесть в корзину этого воздушного шара, зайти с обратной стороны. Ну и очень красивый этот шар, он светящийся весь. И можно сделать хорошую фотографию. Говорит Лена, мама, я сейчас отойду от него, от этого шара, так, чтобы он был весь виден. Мама, ты зайди вовнутрь этой корзины. Мама никак не может понять, она рядом с этой корзиной встала. Лена говорит, зайди вовнутрь. Вовнутрь мама не понимает, что вообще Лена от нее хочет. А еще шаг сделать в сторону, и мама зайдет в эту корзину. Ну, в общем, мама никак не могла сообразить, что же ей надо сделать. А Лена тоже, смотрю, уже начала виситься, как так. Ну, в общем, да, фото не было. Не получилось фото мамы, стоящей в корзине этого самого воздушного шара. Для чего нам это показывать, тоже непонятно. Для чего маму выставлять в таком невыгодном свете? Для чего? Опять же, наверное, чтобы зрителям было что пообсуждать. А потом Лена из себя выходит, как так, почему вы обсуждаете? Потому что нам показываешь. Какая-то собака подошла к Лене. Говорит, вот пришла собака, почувствовала мою доброту. Тоже, смотрю, собака ушла от Лены. Лена говорит, ой, наверное, потерялась и того и убежала. Ну да, Лена, ты, как всегда, найдешь оправдание всему. И в первую очередь, ты всегда обелишь себя. Добрая Лена, это последний анекдот. Видим мы, как ты с мамой общаешься, как ты ее выставляешь в невыгодном свете, как ты свысока с ней общаешься и пытаешься показать, что ты тут королевна. А все окружающие тебя люди – это никто, в том числе и твоя мама. Мне кажется, если бы мама могла бы собрать вещи и улететь домой, и ей не было бы жалко денег, которые потратила на путевку, то мама давно-давно бы это сделала. Я так думаю, что он в первый день, ну или на второй день пребывания рядом с дочерью в этом самом санатории. Но видите, сама она никуда не полетит, а Лена приехала работать, Лена снимает, Лена отрабатывает стоимость этой самой путевки, насколько я понимаю. Хочет отбить это все, поэтому она каждый день выпускает эти влоги. Ну, что сказать. А вот маму тут действительно жалко. Мама оказалась заложником ситуации, ни больше, ни меньше. Вот если бы она с Оксаной приехала бы, конечно, да, и маме отдых был бы в радость, и Оксана к ней относилась бы нормально, в принципе, как и всегда. А Лена, ну, видите, Лена как Лена. В первую очередь она приехала работать. В первую очередь она блогер. И уже, наверное, в самую последнюю очередь она любящая дочь. Дочь, любящая свою маму. И вот они на ужине, и вот вы знаете, я обратила внимание на то, что мама как-то странно вилку держит. Я на это раньше обратила внимание, думаю, ну ладно, возможно, случайно как-то так. Но нет, уже смотрю, который раз, как-то захват этой вилки, по-другому это никак не назвать, очень своеобразный. Ну и дальше что? Дальше решили пойти в магазин Лена и мама. И маме нужен срочно нож в магазине. Для чего? Для того, чтобы резать хурму. Вот не понять мне. Их кормят неплохо. Хурма есть на завтраках, обедах, ужинах. В общем, да, есть в столовой хурма. Но почему бы не поесть хурмы столько, сколько там дают? Нет, им надо еще пойти в магазин, купить и в номере есть эту самую хурму. И уж тоже много есть нельзя. Да, она там не вяжет, да, видимо, сорт шарон. Но, тем не менее, можно ли в таких количествах есть хурму? Напомню, вы в санатории, чтобы вы себе хуже не сделали той хурмой. Вам выдают то количество, которое нужно вам для здоровья. Лена же говорила, что вот тут все такое диетическое. Тут вот прям вот ешь и оздоравливаешься. Даже в столовой оздоравливаешься. Ну, а вы что, пошли в магазин, сейчас купите себе хурму, какие-то мандарины, клементины вы хотите купить? Ну, для чего? Ну, относительно Турции, Лена говорит, что Сочи сейчас лучше, чем Турция. Почему? Потому как сейчас зима. Ну, а поздней весной, летом и ранней осенью, конечно, Лена предпочла бы Турцию, Сочи. Так что, да, я так все-таки думаю, что Лена собирает деньги с тем, чтобы поехать в Турцию, свою любимую Турцию и в какой-нибудь отель. Хотя Лена говорит, вот бывает такое, что скучновато Лене в отеле в Турции. Да, далеко ей выходить в город и вообще нет возможности ходить гулять. А здесь вот есть такая возможность. Вот поэтому на данный момент Лене нравится больше находиться в Сочи, чем в Турции. Пока денег у нее особо нет. А как деньги появятся? Лена будет рада Турции и зимой, и весной, и летом, и осенью. Все зависит только от количества денег, которые есть у Лены. Ее предпочтение все зависит от денег. Ну вот таким вот получился у меня обзор влога канала Лена Лайф. Если он вам понравился, ставьте лайки. Если нет, ставьте дизлайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok